Приветствую вас и, как я понял, у вас три основных проблемы. Первая проблема – это переедание, или, иными словами, заедание, то есть вы заедаете, скуку, перезухание и однообразие. Значит, так, скука – это невозможность себя занять, соответственно, невозможность находиться наедине с собой, наедине с собой, соответственно, непринятие себя. Однообразие – это, ну, скажем так, некоторая безответственность по отношению к своей жизни. То есть вы понимаете, что ваша жизнь однообразна, вас это не устраивает, но менять что-либо вы не хотите, либо не можете, то есть у вас нет ресурсов. У вас нет ресурсов. А почему? Почему нет ресурсов? Потому что не умеете. То есть не привыкли. Вы не привыкли самостоятельно отвечать за свою жизнь. Вы не привыкли самостоятельно отвечать именно за свой эмоциональный сон, за свое спокойствие, за, значит, психологическое здоровье. Вы психологически о себе не заботитесь. Далее. Переживания. Ну, только в сердце переживаний, то здесь понятно. Значит, при переживаниях у вас возникает дефицит гормона эндорфинов, да, гормона эндорфина, гормона радости. И еда помогает вам, знаете, восполнить этот недостаток. То есть, в общем и целом, это достаточно хороший, хороший способ эндорфины восполнить. Но другое дело, что он, этот способ довольно вреден. Соответственно, от переживаний нужно избавиться. То есть, понимаете, здесь дело не в том, что вы переедаете. Здесь дело в том, что вот, почему вам скучно, почему у вас нервы, почему однообразие и почему переживания. А не переедать непереедание. То есть, устранить переедание, это значит устранить симптомы. Но не убрать причину. И последнее в том же, что я хотел бы сказать по поводу именно переедания. Это то, что, если вы решаете, допустим, отказываться от определенного пищевого поведения. Да, если вы говорите, что вот, что я не хочу больше так, то нужно всегда понимать четко, для чего вы отказываетесь от пищевого, ну, от переедания. Почему вы отказываетесь от него? С чем связано то, что вы отказываетесь? Что вам это даст? Нужна четкая цель. Нужна именно четкая цель. Четкая цель для того, чтобы отказаться от этих моделей поведения. Если четкой цели нет, ну, например, допустим, с четкой целью похудеть или с четкой целью сбросить привычную модель поведения и больше так не питаться, как вы питаетесь сейчас. Для этого нужна цель. Для этого нужна цель. Это не так, знаете ли, легко сделать, да, то есть не так легко как-то вот перестать питаться. Так как вы, так как вы питались. Потому что, ну, вы так уже привыкли. И вам это дает что-то. Поэтому вот здесь нужна цель. То есть, с одной стороны, это устранение тех обстоятельств, которые, значит, заставляют вас так себя вести. И с другой стороны, это, значит, понимание целей. Зачем? Зачем мне эту? Для чего мне эту? Понятно, надеюсь. То есть, в принципе, вы сами можете с этим просто поработать, в принципе, вы сами можете для начала вот в этих направлениях поразмыслить, даже не обращаясь к психологу, например. Ну, кстати, пищевая зависимость, это не совсем оба психологии, я бы сказал, что это психотерапевтический случай. Ну, естественно, именно вкуку, нервы, однообразие и переживание, это можно прорабатывать с психологом. То есть, это психологические проблемы. Например, вот, пищевое переедание, это, если это вот просто симптом, то он уйдет, когда уйдут причины, а если это уже самостоятельное такое вот образование у вас, то так, конечно, психолог вам не поможет. Ну, именно психолог. Именно психолог. Ага, далее, значит, избавить от желания постоянно проверять разведки будильники, значит, выключен ли, выключен ли, выключен ли утюг. Так. То есть, если у нас что имеет место быть? Тревожность. Да, тревожность. Тревожность и страх. Тревожность, это вполне себе естественно, не нормальная, а естественная реакция, естественная поведенческая модель при том условии, что вы переедаете, то есть вам не хватает позитива, вам не хватает гормона радости. Ага, и тревожность, это, по сути дела, вот как она проявляется у вас, это сублимация, это сублимирующее поведение, сублимирующее поведение, связанное с тем, что вы понимаете, что ваша жизнь, она изменилась. То есть, вы понимаете, что, как бы, вам нужно уже что-то менять, вы понимаете, что вам надо поступать по-другому как-то. Вы понимаете, что ситуацию не менять, но не можете изменить, потому что боитесь перемен, например. И из-за этого проявляете свою потребность в переменах так. То есть, это, знаете, сублимационный контроль, как вот мне видится. Вот, то есть, сублимационный контроль, это значит, что, ну вот, вам нужно контролировать себя и свою жизнь, вы этого не делаете фактически. А потребность в контроле, она есть. И она проявляется у вас именно, именно вот так. То есть, проявляется она именно в том, что вы все контролируете. И, конечно же, опять же, если у вас нет, ну, других симптомов, более таких серьезных, то есть, других симптомов, я имею в виду симптомов, связанных именно с психическими расстройствами. Вот, потому что, то же самое, вот, подобное поведение, оно может быть и следствием всего-то более серьезного, например, фактического расстройства и так далее. Вот, ну, у психотерапевтов, у психиатров, у них немного своя терминология. Вот, соответственно, соответственно, это тот, кто касается постоянных-постоянных проверок. И, значит, внимание к мелочам. Последнее, что вы пишете, значит, внимание к мелочам. Да, значит, при этом постоянно обращать внимание на мелочи. Кажется, что не намыло яблоко, кружку, что-то, что не закрыло кран и другое. Ну, здесь, конечно, важен характер мелочей, на которые вы обращаете внимание. То есть, всех мелочей вы, конечно, не запомните, и на все мелочи внимания вы, ну, обратить не сможете, это нереально. Вот. Тем не менее, тем не менее, важно понять именно, какие мелочи вы, на какие мелочи вы обращаете внимание. То есть, предположим, если вы обращаете внимание только на мелочи, связанные, допустим, с тем, что вы что-то не сделали, это означает, что вы, ну, обладаете занизенной самооценкой своей. Самоценка была занизенной, есть определенный элемент неверенности в себе, и, соответственно, вот эти мелочи, они и, как бы, призваны вам помочь купировать свою смоценку, ну, по крайней мере, попытаться это сделать, попытаться купировать смоценку свою. Вот. И сделать ее немножечко более высокой. Опять же, это субсублимация, потому что, других-то возможностей у вас подняться на самооценку либо нет, либо они вам не подходят. Вот. И, соответственно, нужно подумать, а почему ваша самооценка вообще понижила, с чем это связано? что заставила, что заставила вашу смоценку понизиться? Было ли так всегда или, там, или спустя, там, ну, спустя какое-то время у вас проявилось это? Вот. Тут, то есть, тут все, вот это вот нужно обязательно как-то вот выяснять. Тут это все нужно изучать, исследовать, анализировать, смотреть, и тогда все будет понятно. Вот. Значит, к вопросу о том, кто может, кто может убрать, кто может помочь. Значит, здесь я уже сказал, что нервы, переживания, скука – это психолог. Тревожность, если она, если это действительно тревожность, если тревожность в рамках нормы, без патологических отклонений, тоже, в принципе, психолог. Так же, как и самооценка. Правда, и тревожность, и, значит, и тревожность, и самооценка, ну, корректируются довольно продолжительное время. То есть, это не происходит так вот за один раз. Самооценка и тревожность – это довольно интимные вещи. И именно, ну, если мы говорим именно в контексте вот человека. И, соответственно, нужно, нужно определенный уровень доверия, чтобы, ну, чтобы вы прислушивались, прислушивались к самам психолога. Вот, чтобы, чтобы психолог имел вес в том, что, в том, что вы делаете, вот. Здесь требуется постепенно, постепенно налаживание доверия, в первую очередь, между вами и психологом. Соответственно, здесь уже выбирать только исходя из своих предпочтений. Вот, кому, кому доверились бы, кому, тому и выбирать. Кто вам, кто вам более симпатичен, кто вам более приятен, ну, и так далее. Вариантов здесь, в принципе, не так много. Психологов у нас на сайте хватает, поэтому выбирайте любого и обращайтесь. Немного странно, что вы задали этот вопрос именно вот так. То есть, в виде, в виде публичного вопроса, да еще и вип. То есть, как бы, призывает экспертов как-то рекламировать себя. Вот, это не самая лучшая модель, конечно, вот. Но, тем не менее, тем не менее, это ваши права. На этом все. Надеюсь, помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok